Рядом с ГПНТБ реконструирует правобережный коллектор Горводоканала. Он ежедневно пропускает до 20% всех стоков Новосибирска и пригородов. Новые трубы изучала Екатерина Радаева. 225 метров новых труб рядом с ГПНТБ. Коллектор построен в 60-е годы и требовал пристального внимания. Сейчас на площади Пименова идут активные работы по реконструкции этого участка. Потеря этого коллектора остановила бы канализацию сточных вод Октябрьского, Первомайского, Советского, Перска, Кольцова. То есть это бы остановило просто жизнедеятельность вот этих вот значительных территорий в агломерации, даже не в черти города Новосибирска, а в агломерации города Новосибирска. Через правобережный коллектор проходит до 90 тысяч кубометров стоков. Это пятая часть всего потока города и пригорода. Под нами коллектор, который состоит из бетонной рубашки диаметром примерно 2 метра. В нее вставят вот такую трубу, ее диаметр чуть меньше, полтора метра. За счет нового покрытия, которое очень гладкое и скользкое, она сможет противостоять коррозии и служить более 70 лет. Несмотря на уменьшение диаметра во внутренней части трубы, сохраняется пропускная способность. Три года назад с помощью такой же технологии реконструировали участок от улицы Грибоедова до Бориса Богаткова. Впереди еще часть коллекторов полкилометра, которую нужно срочно сделать в этом году. Резервных линий для стоков в городе нет, значит переключить их куда-то не получится. Но новые современные трубы сохранят экологическую безопасность на долгое время. Коллектор дороговатый с точки зрения строительного производства, но его технологичность и долговременная надежность эксплуатации нам позволяет смело использовать его в работе. Реконструкцию правобережного коллектора ведут уже несколько лет. Работы на этом участке обещают завершить к концу февраля. Екатерина Радаева, Евгений Павлов, Новости ОТС.